Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход один на один и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Каждый третий житель столицы идет на обгон, несмотря на погодные условия, в дождь, снег и туман. При этом четверть опрошенных водителей не останавливает даже присутствие в салоне детей. Это данные соцопроса, которые провела госавтоинспекция в рамках социальной кампании «Повод для обгона». О тонкостях опасного маневра эксперты Центра движения безопасности рассказывают регулярно. На этот раз мероприятие прошло в госпитале РВСН. Дистанцию считают в секунду. Кто-нибудь слышал об этом? Да. Вне зависимости от скорости и времени есть возможность отрегулировать свою дистанцию. Три секунды. Как это посчитают? Впереди идущий автомобиль едет, на дороге есть масса неподвижных объектов, от которых можно произвести отчет. Впрочем, на встрече в рамках социальной кампании не ограничились только темы обгона. Обсудили и другие распространенные причины дорожно-транспортных происшествий. Рассказали, как правильно перевозить детей, как правильно перевозить пассажиров, какие бывают виды обгонов, где можно обгонять, как можно обгонять, можно ли вообще обгонять. Была затронута тема безопасности находящихся сзади пассажиров. Ведь очень часто именно люди, так скажем, в критерии возрастном за 50 лет страдают тем, что не пристегиваются сзади. Лично я могу вам сказать по своему опыту, у меня мама долго была противником ремня безопасности. Но все-таки как бы тенденция идет наверх, и мама теперь моя пристегивается. Я надеюсь, что большинство сидящих сегодня здесь, в зале тоже те знания, которые им передал, будут использовать. Социальная кампания «Повод для обгона» уже завершилась. В 16 регионах России подходит к концу она и в Московской области. Но борьба за безопасность на дорогах на этом прекращена и не будет. Можно чуть-чуть забежать вперед, сказать, что у нас есть такая вещь, как культура вождения, которая, к сожалению, страдает в нашей стране. Мы хотели бы тоже ее чуть-чуть увеличивать. В 2017 году в России произошло более 15 тысяч ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Почти 5 тысяч человек за непродуманную попытку обгона заплатили собственной жизнью. Поэтому, прежде чем приступить к выполнению опасного маневра, стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова